Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital! Меня зовут Дарья и вы смотрите видео дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. В государственной газете Республики Беларусь «Звезда» вышла статья-интервью, посвященная создателю струнного транспорта Skyway Анатолию Юницкому. В связи с приближением запуска блокчейн-платформы Skyway, руководство группы компаний Skyway решило заранее предоставить возможность еще 50 тысячам инвесторов обменять инвестиционные доли на токены. Технология Skyway была представлена на международном форуме InOut 2019, который прошел с 28 по 31 марта 2019 года во французском городе Рейне. В весеннем выпуске англоязычного журнала о космосе Room опубликовано открытое письмо Анатолия Юницкого предпринимателем Илону Маску и Джеффу Безосу. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. В государственной газете Республики Беларусь «Звезда» вышла статья-интервью, посвященная создателю струнного транспорта Skyway Анатолию Юницкому. Журналисты издания поговорили с инженером о самых важных событиях, связанных с развитием проекта Skyway и его международном признании. В числе основных вопросов, которые обсудили в статье, были вручение Анатолию Юницкому в конце 2018 года в Братиславе Словацкой международной премии мира, сравнение эффективности струнного транспорта и электромобилей Tesla, демонстрация высокоскоростного юнибуса на Берлинской выставке Inotrans 2018, планы по реализации космического проекта общепланетарного транспортного средства и многое другое. Почитать обсуждение этих и других вопросов вы можете в самой статье, ссылка на которую есть на нашем сайте. В октябре 2018 года в личном кабинете инвесторов стартовала акция по обмену долей Skyway. По условиям акции первые 50 тысяч инвесторов, которые инвестировали в самом начале развития проекта, смогли конвертировать часть инвестиционных долей в токены Skyway. В ближайшее время ожидается запуск собственной блокчейн-платформы Skyway. В связи с этим руководство группы компаний Skyway решило предоставить возможность следующим 50 тысячам инвесторов, зарегистрированных в реестре группы компаний Skyway, возможность обменять инвестиционные доли на токены. Предложение будет действительно до конца апреля текущего года. Блокчейн-платформа поможет объединить все компонентные транспортно-инфраструктурных комплексов Skyway в единую экономическую экосистему по технологии блокчейн, включая подвижной состав и инфраструктуру второго уровня, рельсо-струнные эстакады, станции, депо, терминалы, стрелочные переводы и многое другое. Технология Skyway была представлена на международном форуме InAuto 2019, который прошел с 28 по 31 марта 2019 года во французском городе Рене. Главными темами форума стали новые разработки в сфере высоких технологий, диджитализация, анализ новых отраслей экономики и развитие транспорта. По замыслу организаторов, форум InAuto 2019 позиционировался как интерактивная площадка, на которой стартапы вместе с пользователями смогут протестировать идеи, изобретения и прототипы перед их коммерческой реализацией. В числе спикеров мероприятия — аналитик отдела адресных проектов компании-разработчика SkyWay Мария Дунаева, которая выступила перед аудиторией с докладом о струнных транспортных системах и рассказала о перспективах развития технологии SkyWay. Подробнее о тезисах выступлений Марии на форуме читайте на нашем сайте. В весеннем выпуске англоязычного журнала о космосе Room опубликовали открытое письмо Анатолию Юницкого предпринимателям Илону Маску и Джеффу Безосу. Впервые это письмо опубликовали в середине декабря на официальном сайте проекта SkyWay. Журнал Room — это площадка, на которой профессионали космической отрасли, делятся идеями и привлекают внимание к проблемам освоения космоса. Среди тем выпусков, в котором было опубликовано письмо Анатолия Юницкого — загрязнение космического пространства, экономика космоса, новые разработки в области ракетной космонавтики, вопросы астрономии и космического права. За последние 10 лет человечество вернулось к теме освоения космоса. В Японии собираются строить космический лифт, в США создают многоразовые ракеты и запускают бесплатный спутниковый интернет. Роскосмос, NASA, SpaceX, Blue Origin и другие игроки аэрокосмического рынка ищут пути для полномасштабного выхода человечества в космос. Эффективное решение для достижения этой цели предлагает Анатолий Юницкий с проектом SpaceWay. Ссылку на оригинал статьи с письмом вы можете найти на нашем сайте. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok